Всем привет! Меня зовут Екатерина, я преподаватель в онлайн-школе PIXI. В этом видео мы изучим интерфейс программы Blender. Подпишись на канал и поставь лайк этому видео. После открытия программы мы увидим вот такой вот сплэш-скрин с картинкой, которая соответствует текущей версии программы Blender. Номер ее можно увидеть в правом верхнем углу. Здесь также содержатся настройки для создания нового файла и все открытые ранее проекты, если они у вас были. То есть если программа обновилась, то здесь вы можете найти все свои более ранние проекты. Чтобы убрать сплэш-скрин, достаточно просто щелкнуть на пустом месте экрана. Программа Blender автоматически создает несколько объектов в сцене сразу после запуска. Это камера, свет, в данном случае солнце, и куб, простой меш. Рабочая среда программы Blender состоит из нескольких окон. Расположение и количество окон в программе мы можем иметь. Для того, чтобы увеличить или уменьшить какое-то окно, нужно подвести курсор к краю и потянуть за него, расширяя или наоборот уменьшая область. По умолчанию у нас сразу установлена рабочая 3D-сцена с объектами. Справа находится аутлайнер, в котором списком указаны все объекты в сцене. Их можно выбрать прямо из этого списка. Дальше идут настройки самой программы, рендера и конкретного объекта. Для того, чтобы добавить новое окно в рабочую область, нужно подвести курсор мышки к краю и потянуть. Таким образом мы получим еще одно окно. Чтобы убрать это окно, подводим курсор к краю и тащим. Как только курсор стал в виде стрелочки, можно отпускать. Окно будет закрыто. Также всегда можно поменять тип отображаемых данных в окне. Для этого нужно щелкнуть по иконке и выбрать то, что нам сейчас необходимо в данной рабочей области. Таким образом, блендер можно очень гибко настраивать под любые задачи. Наверху у нас находятся вкладки стандартные File, Edit, Render, Window, которые содержат довольно стандартный набор команд, такие как сохранить, отменить или повторить предыдущее действие. Вкладка Render содержит команды для просчета финального рендера отдельной картинки или анимации, а вкладка Window отвечает за количество отдельных окон, с которыми мы можем работать в программе. Слева у нас находятся инструменты, которые позволяют нам производить манипуляции с объектами. С правой стороны, если нажать клавишу N, появятся также дополнительные вкладки, которые позволяют нам работать с некоторыми установленными дополнениями или просмотреть информацию о расположении конкретного выделенного объекта. Также эта информация дублируется в настройках. Чтобы скрыть это меню, нажмите еще раз клавишу N. Правое меню с инструментами можно скрыть, нажав клавишу T. И точно так же открыть или нажать на галочку. Наверху рядом со вкладками File, Edit, Render и Window у нас находятся так называемые вкладки рабочих областей. В программе есть несколько предустановок, которые оптимизированы под конкретные задачи. На вкладке Layout обычно создается какая-либо начальная композиция. Вкладка Modeling больше оптимизирована под непосредственно моделирование. Вкладка Sculpting предназначена для работы с цифровым скульптингом. Вкладка UV Editing позволяет нам редактировать развертку модели. Вкладка Texture Paint похожа на предыдущую, но на ней мы можем работать с ручными текстурами и рисованием текстурами по модели. Вкладка Shading позволяет работать с текстурами и создавать нодную систему, настройки материала. Вкладка Animation адаптирована таким образом, чтобы было удобнее делать раскадровку видео и работать с анимацией. Вкладка Rendering сейчас пуста, потому что мы еще не делали никакого рендера, но после просчета рендера здесь появляется результирующая картинка. Вкладка Compositing позволяет нам работать с финальным рендером уже после его просчета. Вкладка Geometry Note появилась в программе довольно недавно и позволяет добавлять и редактировать геометрические ноды. Мы всегда можем добавить свою вкладку, щелкнув на плюс и добавив в нее расположение окон, которое вам удобно. Также вкладки можно удалять, дублировать и перемещать. После того, как вы настроите интерфейс и расположение окон так, как вам удобно работать, всегда можно сохранить эти настройки, чтобы при следующей загрузке программы вам не приходилось заново перенастраивать все окна. Или, например, если вы хотите удалить из сцены все начальные объекты и всегда создавать с нуля. Чтобы сохранить эти настройки как настройки по умолчанию при запуске программы, нужно зайти в меню File, Defaults, Save Startup File. После этой команды вы всегда будете попадать именно на эту стартовую сцену при запуске программы Blender. А если вы хотите откатить изменения и вернуть заводские настройки, нужно перейти на ту же вкладку, но нажать Load Factory Settings. И Blender восстановит те настройки, которые были заложены у него разработчиками. А если вы хотите больше узнать о программе Blender, записывайтесь к нам на курсы и мы вас всему научим. Чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик. Также подписывайтесь на наш Дзен. На этом все. Встретимся в следующих видео.